Таджикская мафия Но скрипя сердце, работники отдавали раз в три дня по 500 рублей руководству кладбища за право работать здесь. Но затем вместо привычных 500 рублей, работникам таджикам объявили, что они должны отдавать по 50% с каждого своего заработка. А зарабатывались эти деньги для многих нелегко, кто-то копал могилы, кто-то участвовал в строительных работах. Другие облагораживали могилы по заказам родственников усопших. И эти 50% сильно ударили по бюджету людей, которые просто перестали сводить концы с концами. По некоторой информации, введение этого кабального оброка было сделано криминальным авторитетом Хаджи Абуджабаром, лидером одной из таджикских ОПК. Под его контролем находится практически все таджикские рабочие, которые нелегально трудятся в Москве. Достичь такого положения в криминальном мире и беспрекословного авторитета Абуджабару помог другой таджикский авторитет по имени Лутфулы и прозвещен Вэр. Именно он еще недавно считался правой рукой Хаджи и возглавлял боевую бригаду ОПК. За силовые акции, проводимые на расширение влияния бригады, Лутфулы имел из общака группировки хороший процент. Однако в какой-то момент доходы авторитетного бригадира были урезаны Абуджабаром. Это обстоятельство неминуемо привело к конфликту. Хаджи вероятно полагал, что укрепив с помощью боевой бригады Лутфулы свое положение, можно в дальнейшем отказаться от его услуг. В принципе оно так и случилось, правда расстаться с бывшим боевым авторитетом Хаджи решил по-своему. Покушение на Лутфула после раздора двух авторитетов, Абуджабар укрепляет свое ОПК спортсменами. Затем срочно уезжает из России, когда пришедшие якобы к нему оперативники порвали его паспорт, и он не мог оставаться здесь как нелегальный житель. Поэтому Хаджи поехал в Таджикистан, чтобы сделать себе дипломатический паспорт. Как раз во время отъезда авторитета, Лутфулы назначают стрелку какие-то бандиты. Он не проигнорировал ту встречу, как оказалось, напрасно. Приехав на место стрелки, Лутфулы был обстрелян неизвестными. Ранение оказалось несмертельным, и его люди доставили своего лидера в больницу. Естественно, что подозрение Полина Хаджи Абуджабарова, как на организатора покушения. В свою очередь, вернувшись с новым паспортом в столицу, Хаджи сразу объявил, что не причастен к данному происшествию. Естественно, что оппоненты ему не поверили. Сейчас Лутфулы в условиях строжайшей конспирации залечивает раны, чтобы затем ударить по врагу. Абуджабар вынужден передвигаться с серьезной охраной, опасаясь покушения на свою жизнь. Убийство таджикских авторитетов в связи с неспокойным положением дел среди таджикских ОПК. Многие СМИ не применули вспомнить убитого вора в законе Олега Ашхабадского. Именно он стоял у истоков ракета в отношении таджикских работников на рынках столицы. Раньше работники платили как и на Хованском кладбище символичную мзду руководству рынка. Деньги далее шли определенным преступным группировкам, под которыми находились рынки. Даже торговцы, впервые регистрировавшие ИП, озабочивались вопросом, надо будет им платить кому-то ракет или времена лихих годов уже прошли. Их успокаивали, что платят авторитетам собственники рынков, со своих доходов, в том числе получаемых с торговцев и работников. В принципе так оно и было. Работников не касались бригады ракетиров, так как отчисления им переводили сами руководители рынков. Затем криминальные авторитеты решили, что выгоднее из прибыли каждого работника и торговца иметь свои проценты, чем с рынка в общем. Так ракет напрямую коснулся всех, кто участвовал в работе рынков. Но для такой грандиозной работы требовался смотрящий, имеющий авторитет в преступной среде. И вор в законе Олег Ашхабадский стал именно этим человеком. Ашхабадский сразу привлек к себе криминального авторитета Шухрата, который должен был контролировать весь процесс ракета. А Шухрату для воздействия на несговорчивых требовалась силовая бригада, ведь не каждый желал делиться полученными доходами. Поэтому за силовые акции стали отвечать некий Мустаф и знакомый уже нам Лутфула. Сами деньги собирали две бригады, ранее члены которых работали грузчиками. В одной из бригад лидером стал как раз Хаджи Абуджабаров. По прошествии времени Хаджи стал метить на место Мустафы. Авторитет Абуджабарава вырос среди участников преступной группировки. Мустафа, понимая, что не сможет противостоять Хаджи, перевозит свое семейство в Костромскую область, где на деньги, принесенные ракетом, покупает квартиру. Но процесс уничтожения уже был запущен. В один из вечеров, когда семья ждала Мустафа домой, в подъезде прозвучали выстрелы. Мустафа был убит на площадке своей квартиры. Киллер выпустил в него 14 пули с пистолета. Следующей жертвой среди таджикских обг стал Шухрат. Его расстрел произвели в Домодедовском районе. Таким образом на место главного таджикского мафиази встал Хаджи Абуджабар, а его правой рукой Лутфула – Анвар. Главный таджикский авторитет знает толк в обогащении. Его бригада заставила нелегальных мигрантов организовать сбор картона, а также алюминиевых банок, и за бесплатно сдавать собранные специально нанятым для этого людям, которые издают макулатуру и алюминий заводам. Помимо этого в группировке имеется подразделение, которое занимается нападениями на перевозчиков денег. Сейчас, когда между двумя выросшими в авторитете влияние таджиками произошел раскол, возможно начнется передел среди таджикских обг в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok